МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во всем этом авторы программы О-спорт расскажут вам более подробно. Вот уже который год подряд Одесская баскетбольная лига выполняет функции чемпионата города среди любительских коллективов. В текущем сезоне Одесская городская федерация баскетбола во главе с новоизбранным председателем Павлом Вугельманом существенно поддержала ОБЛ, что придало соревнованиям одесских баскетболистов-любителей новый толчок. В общем календаре ОБЛ значится немало турниров разного сорта, но особенно хочется выделить летнюю лигу ОБЛ, которая, в отличие от всех других соревнований, проходит на открытом воздухе и на асфальтовом покрытии, хотя и по всем официальным правилам классического баскетбола 5 на 5. А в 2016 году в третий раз подряд местом проведения летней лиги ОБЛ была выбрана отличная площадка спортпорта Гилель, который расположен в живописном Старобазарном сквере. Турнир летней лиги ОБЛ стартовал 18 июля. За первую игровую неделю команду-участницы успели провести два полных тура и начать третий. Напомним, что сейчас команда летней лиги борется за самые высокие места в регулярной части турнира и право сыграть в матчах плей-офф первой четверки. С определенной долей вероятности уже можно определить круг лидеров турнира, которые, скорее всего, и разыграют между собой медали летней лиги. Без поражений идут тимуровцы и мех. Достаточно мощно выглядит муниципал, который можно считать своеобразной сборной Одессы. Вообще, в заявках команд летней лиги немало игроков, которые понюхали пороха в элитном дивизионе чемпионата Украины. Носков, Аникиенко, Щепкин, Тихонов и целая когорта исполнителей, которые в прошлом сезоне выступали за одесские БИПу и БК Одесса. На старте третьей игровой недели 25 июля муниципал разгромил контакт. Игра была сделана уже в первой четверти, которую муниципалы выиграли со счетом 25-9. Далее желто-голубые начали играть на зрителей и немного сбавили темп игры. Впрочем, в итоге все равно преимущество муниципалов было безоговорочным – 88-69, а капитан команды Кирилл Полторадский набрал 32 очка. Во второй игре понедельника встретились две цифровые команды – 90-е и 30+. Судя по всему, оба названия намекали на возраст их участников. Эта игра оказалась более равной, чем предыдущая. Сначала с небольшим отрывом выигрывали 90-е, которых вел за собой Денис Носков. После большого перерыва инициатива перешла к 30+, которые не могли похвастаться особыми звездами, но имели более ровный состав. К концу встречи преимущество белых достигло 10 пунктов, и 30+, одержали победу со счетом 77-67. Составлять турнирные таблицы пока рановато, ведь скоротечный турнир Летней Лиги ОБЛ только набирает обороты. И к тому же команды сыграли не по равну матчей. Уже 4 августа должна завершиться регулярная часть соревнований. Полуфинальные матчи запланированы на 8-е число, 9-го пройдут встречи за 5-е и 7-е места, а на 10 августа запланирован финал и игра за 3-е место. Приближаясь к своей развязке, летнее перенство Одесской Лиги Содружества по футзалу среди команд элитного дивизиона. Правда, кульминация этого турнира уже наступила, поскольку организаторы и участники чемпионата на днях лишились родного для себя игрового зала спорткомплекса «Краян». Слава Богу, в оперативном порядке был найден альтернативный вариант в лице спорткомплекса Юрокадемии «Университет», который частично готов принять под своими сводами участников Лиги Содружества. На сегодняшний день в Одессе у нас реалии таковы, что даже большой футзал по стандартам 40 на 20 площадки играть даже летом реально сложно. Даже нету площадок крытых с паркетом или с покрытием Террефлекс, где можно было бы играть в нашей лиге, 4 лиги, 49 команд, и, к сожалению, мы до недавнего времени, у нас, можно сказать, был дом, а сейчас уже его нету. И нам приходится перебиваться, искать варианты, куда засунуть такой проект. Я считаю, для города немаловажный, немаленький. У нас зимой играло 80 команд, сейчас почти полсотни. Спасибо огромное руководителям Юрокадемии, которые предоставили спорткомплекс «Университет», хотя бы для элитного дивизиона, которым играют действительно все самые сильные футзалисты нашего города. И хотя бы здесь, по вторникам, понедельникам, мы можем доигрывать летнее оперенство. Что же касаемо первого, второго дивизиона, это ни много ни мало более 30 команд. К сожалению, на данный момент они у нас простаивают. И будем надеяться, что в ближайшее время мы сможем решить вопрос по поводу спорткомплексов, на которых они смогут доиграть это летнее оперенство города Одессы по футзалу. Программу футзального вечера 14-го тура в спорткомплексе «Университет» открыли команды «Юни» и «Эпицентр Катаирова». Дебют этой встречи остался за номинальными хозяевами матча, которые к седьмой минуте после двухтушных ударов, автором которых оказался Анатолий Варванец, сделали весомую заявку на победу 2-0. Однако еще до перерыва футзалисты «Эпицентра» совершили невероятный камбэк, не только отыграв два мяча, но и выйдя вперед 3-2. В составе подопечных Виталия Сурича отличились Владислав Свирипа, Анатолий Неделев и Владимир Каминский. Второй тайм этого противостояния оказался не столь результативным. На 32-й минуте коллектив «Юни» усилиями все того же Анатолия Варванца, ставшего автором «Хитрика», счет в матче сравнял. Но за 8 секунд до финальной сирены Владислав Свирипа забил для своего «Петцентра» победный гол, принесший им победу со счетом 4-3. Ощущение хорошее, поскольку команда дала бой, несмотря на то, что все-таки не все смогли с нее сыграть из-за желтых карточек наших. Но волевая победа, в первую очередь, это очень хорошо, что есть воля, что есть направление. Хоть и сменили зал, который все-таки немножко отличается от того зала, в котором мы играли, но я доволен командной игрой нашей, доволен настроем ребят и думаю, все будет у нас хорошо. Первый тайм встречи между командами «Галеон» «Лекс» прошел в относительно равной борьбе. Счет точным ударом на 14-й минуте открыл игрок «Лекса» Андрей Капко, а еще через минуту Владимир Васильцов его удвоил, на что представители «Галеона» ответили результативным ударом в исполнении Коллинса и Парамы. А вот после перерыва в этом матче забивала уже только одна команда. На 24-й минуте играющий тренер «Лекса» Сергей Таранчук развил успех своего клуба 3-1, а на 30-й он же забил ворота соперника и четвертый мяч, снявший все вопросы в этом поединке. Правда, незадолго до финальной сирены Рустам Халилов неудачно срезал мяч в свои ворота, но на общем исходе противостояния это никоим образом не отразилось. «Лекс» выиграл этот поединок со счетом 4-2. «Раз мы победили, значит мы этого заслуживали больше. Что касается соперника, было немножко тяжело вначале, потому что у них не было замен. Нам все-таки было полегче, 6 полевых. И плюс к тому же мы не реализовали это преимущество в первом тайме. Во втором немножко добавили и реализовали свои моменты, как один статарт неплохой зашел. В принципе, закономерная победа, спасибо сопернику за игру». Программу игрового вечера вторника завершал поединок команд «Сигейт» «Бласка Ностальджи». Несмотря на разную полярность занимаемых мест турнирной таблицы, поединок получился очень интересным, непредсказуемым и драматическим одновременно. Счет в этом матче был открыт на 15-й минуте игроком команды «Бласка Ностальджи» Евгением Асадчуком. За минуту до окончания первого тайма его одноклубник Игорь Маковский нанес «Сигейту» и вторую пробоину, одновременно с которой из-за второй желтой карточки с поля был удален Александр Денисюк. Впрочем, численный перевес «Бласка Ностальджи» реализовать не удалось. Что касается «Сигейта», то этот коллектив также имел достаточно шансов для взятия ворот, но воспользоваться ими не сумел, потерпев поражение со счетом 0-2. Все как обычно, страсти кипят, все горячо, в турнир очень плотный, турнирная таблица плотная, поэтому и страсти кипят. Все закономерно, в принципе, игра очень динамичная, команда молодая соперников, бегут, всегда бегут, всегда у нас с ними такие игры. Мы к этому готовы, всегда с ними боремся, как говорится, как в последний раз. Ничего нового, играем по ситуации, по счету. Нам надо было выигрывать, мы выиграли. После большинства проведенных встреч 14-го тура, турнирная борьба в элитном дивизионе летнего первенства Лиги Содружества приняла следующий вид. С 29 очками чемпионат возглавляют команда МКВ, у которой одна игра в запасе, и «Файтон». На третьем месте с отставанием в два очка обосновался коллектив «Бласка Ностальджи». Четвертым пока идет «Черное море», у которого 22 очка и также одна игра в запасе. Большая плотность результатов наблюдается в середине турнирной таблицы. И только позиции Сиггейта, замыкающего с шестью очками пилотон участников элитного дивизиона, выглядят довольно пессимистичными. Что касается первого дивизиона, то здесь «Пальму Перенства» удерживает за собой Джо Маспорт, в активе которого 31 балл. На втором месте с отставанием в шесть пунктов расположился коллектив «Новая линия комби». Третью позицию делят между собой команды «Стройпол» и «Политехник». В минувший уикенд стартовал чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги сезона 2016-2017 годов. Право открытия очередного футбольного марафона предоставилось одесскому футбольному клубу «Риалфарма», который 23 июля в селе Петрове Кировоградской области встретился со второй командой местного «Ингульца». Отчетный поединок порадовал местных любителей футбола достаточно большим количеством забитых мячей. Однако итоговый результат встречи вряд ли устроил представителей одесского клуба. Счет в этом матче был открыт на 16-й минуте игроком футбольного клуба «Ингулес-2» Виталием Колесниковым, который вторым темпом добил мяч ворота после опасного штрафного удара. Впрочем, под занавес первого тайма нападающий фармацевтов Константин Злепко равновесие на табло восстановил. 1-1. К сожалению, второй тайм этого противостояния, откровенно говоря, одесситам не удался. В самом его дебюте Виталий Колесников сумел вновь вывести свой «Ингулес-2» вперед. А спустя еще пять минут ворота «Риалфарма» был назначен и пенальти, который хладнокровно реализовал Александр Ешуренко, развив успех своих одноклубников 3-1. В оставшееся время «Риалфарма» предпринял со своей стороны ряд попыток спасти этот непростой матч. Однако никаких дивидендов подопечные Александра Бондаренко из этого не извлекли. Не сумели одесситы извлечь выгоды и исчисленного большинства, которое наша команда получила на исходе 76-й минуты после повторного предупреждения Ильи Хадули. Таким образом, фармацевты потерпели в стартовавшем сезоне первое поражение со счетом 1-3. Совсем противоположно провела домашний поединок первого тура «Одесская жемчужина». На стадионе «Спартак» подопечная Дениса Колчина уверенно обыграли футбольный клуб «Никополь-НПГУ» 3-0. Правда, свое превосходство над соперником одесситы сумели воплотить в забитые мячи лишь в интервале с 73-й по 87-й минуты. Первую победу в чемпионате «Жемчужины» принесли точные удары в исполнении Руслана Паламаря, Андрея Горбовского и Станислава Нури-Малыша. В следующем втором по счету туре, который пройдет в субботу 30 июля, одесский футбольный клуб «Риалфарма» на стадионе «Спартак» примет команду «Арсенал Киевщина» из Белой Церкви. А «Жемчужина» в этот день отправится в гости к Кременчугскому кремню. Третий представитель Одессины во второй отечественной лиге футбольный клуб «Балканы» из села Заря Саратского района 24 июля гостил в Горностаевке Херсонской области у местного коллектива «Мир», который нынешним летом возглавил хорошо известный одесским любителям футбола специалист Виктор Богатырь. Дебют подопечных Андрея Пархоменко, который в свое время даже успел поиграть под руководством Богатыря в Одесской Пальмире, на профессиональной арене получился достаточно успешным. Если в первом тайме игроки Зарянской команды не спешили форсировать события на футбольном поле, то после перерыва полностью взяли нити игры под свой контроль. Впрочем, забивать «Балканы» обязаны были как в первом, так и в втором таймах. До перерыва дважды с убойных позиций промахнулся Сергей Урсуленко. Да, классный момент был и у Анатолия Опри, но хозяев выручил вратарь Роман Гурин, ставший по итогам встречи лучшим игроком в составе мира. После перерыва количество голевых моментов у ворот команды из Горностаевки увеличилось как минимум вдвое, но до завершающего прицельного удара со стороны Зарянцев дело так и не дошло. Поединок так и завершился в ничью 0-0, которая больше пришлась на руку сопернику футбольного клуба «Балканы». Во втором туре чемпионата Украины, который состоится в субботу 30 июля, футбольный клуб «Балканы» предстанет перед своими болельщиками в матче против Хмельницкого-Подолья. Этот поединок пройдет на зарядском стадионе имени Бориса Тропанца и начнется в 18.00. На официальном сайте «Балкан» пройдет прямая видеотрансляция этого поединка. А на сегодня у нас все. Спасибо за внимание и до новых встреч!